Ребята, всем привет! С вами Алексей и вы на канале Синтекстрой. Сегодня у нас очередной объект. Он находится на Махновиче. Мы с города Бреста. Вот такие вот у нас стоят дома. Здесь они одного и того же плана. Такие вот застекленные. Здесь шикарные, большие балконы здесь. И довольно неплохой вид с окна. Сегодня мы будем пытаться реализовать соотехнические работы уже по проекту. И посмотрим, с какими нюансами мы будем здесь сталкиваться. Какие моменты например, дизайнеры, грубо говоря, не учли. Я думаю, что все вы увидите. Так что усаживайтесь поудобнее, а мы погнали! Ребята, демонтажная работа уже частично произведены. Мы сейчас отрезали полтенцесушитель. И сейчас нужно нам сделать так, чтобы трап был вон в той стороне. В той стороне, короче, будет трап. И желательно надо, чтобы этот трап был, короче, с уровнем пола. Что мы делаем? Сейчас мы пойдем к соседям для того, чтобы договориться, чтобы можно было опустить этот стояк. Вернее, мы уже договорились. И сейчас будем у них обрезать. Если видим, да, вот идет цельная труба. Часть трубы обрезать и опускать эту всю трубу как бы ниже. Для того, чтобы вот этот вот растоп у нас был максимально, короче, к полу. И тогда мы уже под минимальным углом сможем как бы завести уже туда наш этот трап. Собьем вот эту часть сухопресса, часть вот этой вот стяжки. И уже тогда сделаем, чтобы максимально было ниже уровня вот этого пола. Так, как уже у соседей мы будем делать, я показывать не стану. Сейчас мы ее напустим. И дальше я покажу, что у нас будет опять в процессе. Вот так, ребята, у нас происходит весь процесс подготовки, короче. Вот. Без пыли и шума. Ну, короче, в очках, в перчатках. Покажи перчатки свои. Есть. Есть. В очках. Короче, в респираторе. Ну, все, как вы любите, короче. Мы любим своих, короче, работников, все, как положено. Хотя лежат, хотя лежат у нас перчатки, и маска, и все лежит. Видите, тогда, грубо говоря, гораздо проще, быстрее. Так лучше, чтобы видно проморгал, сразу же, короче, погнал и все. Сейчас здесь видим какое-то бетонное основание, да, частично прорезали. Вот такая здесь вот арматура. Это надо будет спрятать вот эту вот канализацию уже непосредственно в стену. Здесь вот сделали также штрабу для того, чтобы потом переделать вот вот эти вот трубы. Так что, ребята, у нас работники бесстрашные. Так вот. Так что, ну, процесс потихонечку идет, вот, и времени, конечно, на это очень много уходит. Вот так, ребята, у нас получилось. Здесь, если видим, мы здесь опустились, сразу же стояк. Вот настолько мы его углубили, короче, в землю сюда. Сейчас, получается, мы уже будем разбивать это вот основание стяжки. И уже бетонное перекрытие уже будем делать здесь штрабу для того, чтобы, как я говорил, сюда привезти наш трап для душевой капит. Вот он будет идти вначале по прямой вот так труба, и сюда 45-м будет заводиться уже непосредственно на трап. Дальше канализация проходит здесь и уже заводится на все остальные потребители. Вот таким вот образом мы сейчас собрались, сделали вот этот засушитель. Здесь, если видим, мы с роковым диаметром полипропилена, сделали перемычку, 32-м диаметром завели уже на выходы для полотенцесушителя. Здесь у нас будет стоять полотенцесушитель с нижними, грубо говоря, подводами. На одну, вторую я также это все покажу, пока мы поставили заглушки. Почему? Потому что полотенцесушитель дорогой, краны дорогие, и дальнейшие работы будут, когда производится отделочные, чтобы этот полотенцесушитель не замазать раствором, не захерачивать эти краны. Мы сразу же установили заглушки, чтобы мы могли отделочным кипиточникам спокойно как бы работать. Вот. Весь дальнейший процесс я показываю вот тут буду. Здесь мы подняли счетчики, так как счетчики не дели здесь, травма низа, да, два счетчика. Получается, здесь будет инсталляция, мы счетчики поднимаем вверх, для того, чтобы у нас спокойно можно было, ну, как бы, видеть показания счетчиков и так же само обслуживать вот эти манометры. Потому что, если мы оставили так, как есть, сюда поставили этот травм, у нас получается за инсталляцией, все мы это скрыли. Переделали, опустили стояк, вот. Сейчас будем все это расштрабливать, а потом уже будет весь процесс разводки. Я также все это покажу, как у нас здесь все это будет выглядеть. И вот так, ребята, мы здесь повыбивали извинена. Здесь получается 5 сантиметров сбили стяжку, дальше убили еще в монолит, где-то сантиметров 10, вот, для того, чтобы можно было, как я вот показывал, да, опустили этот стояк, для того, чтобы можно было углубить эту канализацию, чтобы наш трап с минимальным, когда у кого лежит полностью труба, чтобы у нас был, как бы говоря, когда уже плитка будет до подлицо со стяжкой. Вот, как бы, я вам скажу так, дизайнеры, как бы, нарисовать я не нарисую, так как это реализовать, как бы, да, их это, как бы, как бы, волнует. И сейчас я вам даже покажу несколько нюансов на несостыковочке. Вот, например, смотрите, здесь, если видим, так, ванная, 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 вот, например, даже не это, вот это, например, сейчас, если мы видим, здесь получается вот, в этом вот месте будет стоять унитаз, два умывальника, здесь два умывальника, и вот здесь вот душевая. Если видим, везде идеально ровная плитка, потому что, ну, как бы, здесь не должно быть никаких ни пуртиков ничего как бы то идеально ровная плитка для того чтобы это реализовать как я еще раз повторюсь нам пришлось договориться с соседями снизу для того чтобы можно было опустить этот стояк у них потому что если видим какое расстояние вот трубы для того чтобы можно было это опустить это надо обрезать отмерить несколько раз там по телефону созвониться для того чтобы это все реализовать и сделать вот и это как бы несет за собой не только как бы там какие-то финансы потому что тоже надо было там человеку как бы там что-то грубо говоря дать для того чтобы это можно было реализовать а другой мог бы просто сказать нет ребята извините и здесь уже получается как бы это бы не получилось так что вы на это тоже обращайте внимание и еще если здесь видим смотрите вот у нас стоит вот этот унитаз он здесь будет стоять и полотенца сушитель вот вот этот полотенца сушитель он будет стоять в этом месте и здесь у нас получается вот здесь вот есть такая вот еще ниша если видим да вот здесь есть ниша и сразу же будет когда зашиваться инсталляция вот она будет вот так грубо говорите стенка и она будет идти до самого конца я вам покажу нам скинули размеры если видим вот как я показывал два умывальника два умывальника которых вот будет идти и вот наша инсталляция у нас получается каркас самой инсталляции должен быть 20 сантиметров как бы понимает вот здесь вот этого стенка должна быть 20 метров а здесь еще должна быть ниша как реализовать эту нишу если здесь у нас счетчики учета воды потом еще у нас есть фильтра и целую кучу труб стояк и там подобное если мы представим нашу вот эту инсталляцию она сама получается у нас идет вот это расстояние для того чтобы его установить нас уже получается здесь расстояние уже где-то 35 уже не получается сантиметров от стенки до инсталляции как они рисуют это можно было реализовать стояк в стенку перенести все эти трубы туда в стенку и там подобное сами понимаете это тоже в копейку и дальше как бы такими затратами все это идет дальше мы трубы не будем опускать чтобы не ослаблять вот эту конструкцию мы будем здесь выпили полностью и будем сюда уже заводить эти трубы, подымать и уже здесь выходить уже непосредственно на этот уровень, чтобы четко было, как там на проекте. Канализация у нас получается 50 сантиметров, а выходы фонды 55 сантиметров. Вот так, ребята, у нас здесь получается, мы только сделали ванной комнате, вот здесь частично мы выпивали, но такое количество уже метона, да, такие вот, у меня столько мешков, это только, как мы говорили, метона, выпихала. А еще, получается, нам надо будет сделать так, чтобы застребить сюда еще канализацию, которая будет выход для кухни, она будет переноситься вот сюда, и так же самое сюда будет надо кинуть вот. Здесь видим также, да, здесь какая-то количество армануры, здесь уже придется это как-то частично будет облезать, потому что мы не сможем вложить эту канализацию. Еще дальше будем уже поштрафливать, чтобы сюда это все это завести, чтобы у нас была ровненькая стенка, чтобы потом уже в дальнейшем можно было спокойно поставить кухню. Хотя, я думаю, что если бы не заштрафливали сюда, положили, да, она могла бы тоже встать, но здесь будет еще посудомоечная машинка, она должна быть в плотную, как бы, стенке. Есть такая вероятность, что просто она не задвинется к самой стенке, потому что мы приняты, принято такое решение заштрафить это все в стенку. И так мы здесь переделали, если видим, да, у нас, помним, первоначальность трубы вот так, и получается, когда при установке инсталляции наши ножки упирались бы на трубы, а это не есть хорошо, потому что она должна крепиться к бетонному основанию. Сейчас у нас есть здесь место для того, чтобы можно было закрепить наш каркас уже к полу и к стенке. Вот так мы все это переделали. Здесь, если видим, для того, чтобы не мешало нам к тапу, мы их убили в стенку трубы и пустили на смеситель скрытого монтажа. Здесь, если видим, мы здесь взяли пену и оставили где-то примерно два сантиметра, для того, чтобы можно было там заделать клеем. Верхние выходы мы не пропенюем. Верхние выходы на смесителе мы здесь оставляем для того, чтобы можно было заделать бетоном, чтобы они стояли жестко. Потому что если это, ну, заделать пеной, то есть вероятность, когда в преднагрузке, например, вот этого вот, верхнего тропического душа, он будет выходить. Так что бетонируем. Здесь бетонируем и так. В этой части мы зафиксировали, если видим, трубы. Также для того, чтобы можно было еще частично здесь заделать раствором. Наши уже выходы стоят здесь уже жестко, и спокойно можно будет здесь знать, что, ну, когда будут отделочники заделывать все эти штробы, не будет такого, что они где-то либо же будут утоплены, либо же стоять как-то раков. Мы знаем, что смело у нас здесь подойдут чашечки для кранов, и все будет заполицо с плиткой. Здесь, если видим, да, забили трубу мы за канализацией. Почему? Потому что здесь стена сама по себе тонкая, пришлось как бы здесь частично выбить, для того, чтобы можно было закинуть трубы под, ну, вот эти вот трубы на воду под нашей канализации. Вот так это все получилось. Так же самое и в этой части. Вот. Я здесь показывал, да, выход, как мы реализовали, кондиционерный. Ребята, это неправильно. Я сам как бы этого не знал, да, как бы кондиционер стекает с кондиционеров, ну, и дальше в канализацию. Здесь еще есть такой нюанс. Он здесь, вот такие вот трубки, они идут открытые. Получается, стекать он может, а когда будет запах с канализацией, он дальше будет подниматься в наш кондиционер и будет с кондиционера идти запах. Этого я тоже как бы не знал, потому что, ну, как бы мы никогда этим не реализовывали, не вводили. Ну, на данном объекте нам пришлось это сделать. Я решил уточнить у кондиционерчика. Получается, что надо вот такой вот ставить клапан. Получается, таким сотвором, если все видим, вот такой именно идет скрытого монтажа. Но он идет для именно одного потребителя, то бишь, для одной трубки. Но мы будем сейчас попробуем реализовать так, для того, чтобы можно было сразу же не покупать три таких скрытых вот этих вот сифона, а именно одним обойтись для того, чтобы подсоединить именно три вот этих вот ветки. как бы сказать, сэкономить для заказчика. Вот примерно вот такого плана будет. Если видим, идет такой шарик вот здесь для того, чтобы, когда если вода пересохнет, он просто опускается и перекрывает сам этот выход. И запах где-нибудь. И вот такая вот хромизированная будет накладочка фирмы «Алкопласт». Я покажу, как мы будем реализовывать, так что тоже, если у вас такие будут варианты, то знайте, что сюда надо обязательно ставить сифон. Сейчас я буду это переделывать, вот, и покажу, что у нас получилось. Вот так, ребята, мы здесь подружили. Смотрите, взяли чуть-чуть канализации, здесь ее наждачкой пришли, чуть-чуть заточили, и она плотненько осталась вот в эту часть. То есть, предварительно, как бы снявшись, вот такая вот резиночка стояла. Вот эту резинку, короче, отсюда брали, заточили канализацию наждачкой, и она плотно туда встала. Сейчас мы еще сверху промажем здесь силиконом в этой части, и вот так вот мы все это реализовали. Все, оно пошло в штропе дальше. Сейчас мы это все зафиксируем, и уже поставим вот такую вот монтажную заглушку, и дальше уже потом будет на плитку ложиться уже хранированная часть. Вот такая вот. Уже потом, если видим здесь два усика, она вот так вот, как бы говоря, оденется плотно на плитку, и уже вот так вот за стиральной машинкой аккуратно смотреться. Так что, может кому-то эта информация будет полезна. Вот, видим сразу же, да, три выхода. Кондиционера сразу реализовали в один этот выход. Вот так получилось. Инсталляцию мы уже закрепили, она стоит уже здесь жестко. Все, ее здесь подвели уже на жесткой сцепке уже непосредственно к самому основанию этой инсталляции. Все, она уже стоит у нас мертвая. Так же самое, как я выдал трубы, то, что мы переносили, для того, чтобы стала ножка. Здесь еще видим, да, вот мы сразу взяли угол 90 градусов, для того, чтобы максимально сократить расстояние. И вот такая вот, как бы говоря, у нас получается такое расстояние уже от стенки. Если бы ее, конечно, сдвинуть сюда, вот, тогда можно было бы еще, ну, как бы сократить расстояние, тогда было бы вот это расстояние гораздо меньше. Но так как у нас здесь получается, по-моему, там полтора метра должно быть от стенки до самого основания каркаса, вот пришлось, грубо говоря, настолько ее выдвигать. Здесь еще есть, еще раз повторюсь, да, сделали выход для того, чтобы уже могли работать потом отделочники спокойно, чтобы где-то там набирать там воду, для того, чтобы можно было заматывать эти все эти штрубы и заделывать. Вот тоже, как бы, не забываем предусмотреть так, чтобы потом они могли где-то что-то набрать. В этой части здесь будет туалет, здесь установили также инсталляцию, инсталляция фирмы ТЭС. Дальше мы что сделали? Перенесли, если помним, здесь этот весь стояк уже, удлинили, сделали четко по размерам, которые в проекте. Также вот так вот реализовали через, видим, угол 45-ый и здесь вот так, с 45-ыми углами, два 40-ых угла, завели сюда и здесь так же самое, два угла под 45 и уже сделали выход под нашу мойку. Будет у нас... И сделали выходы холодной и горячей воды уже непосредственно потом умали. Как мы сделали на поле? Видим, вот у нас пошла холодная вода сюда, здесь мы установили кран, запорную арматуру. Американка у нас стоит на бойлере, если в случае чего нам, например, будет демонтировать этот бойлер, что-то с ним произойдет. Мы спокойно здесь откручиваем американку, здесь откручиваем и вот здесь откручиваем, и спокойно его снимаем. Если видим, у нас идет холодная... ну, холодная вода идет. Здесь поставили обратный клапан и... взорванный клапан сразу же, здесь внутри сейчас стоит обратный клапан. Вот такой взрывник для того, чтобы... ну, он идет в комплекте, это для того, чтобы, если вдруг, например, наш тент заклинит, что-то с ним произойдет в бойлере, для того, чтобы бойлер не разорвал, он просто отсюда скинет как бы давление и наш бойлер как бы не разорвет. Вот видим, пошла холодная вода, зашла она в бойлер и отсюда выходит уже горячая и пошла по всем потребителям. Когда уже нам надо будет, например, будет отключение горячей воды, мы просто открываем вот этих вот два крана, открываем, предварительно закрываем на счетчике учета воды кран, для того, чтобы не было так, что когда вы откроете, что соседи тоже будут пользоваться горячей водой непосредственно уже от вашего бойлера. Вот для того, чтобы не было, надо будет на бойлере прикрывать кран. И здесь для того, чтобы эта вода со временем не тухла в бойлере, вот ее надо будет сливать. Также здесь предусмотрели кран для слива. Мы просто открываем здесь кран, открываем, и этот кран также открыт, где-нибудь на смесителе открываем тоже кран, и получается у нас есть подсос воздуха, и вся вода, которая в бойлере, она сразу же выходит в канализацию. Вам не надо там стоять какими-то шлангами пытаться это все слить или через вот эту вот штучку. Она сразу автоматически сливается и ваш бойлер опустошает. И потом, когда уже надо будет второй раз уже, когда будет отключение, вы опять его заполняете и потом включаете в резетку. Ну, вначале заполнили, когда уже все полностью у вас уже заполнено, вы открыли кран, и у вас нет уже воздуха, тогда уже включаем только кабель в электричество, потому что некоторые включают, а потом начинают заполнять, и может быть такое, что тен может сгореть. Ну, примерно вот так вот, короче, мы реализовали здесь, взяли утеплитель, сделали шумоизоляцию стояка и поставили вот такую вот врезку. И на кухне, здесь вот видим, заштрабили канализационную трубу 50-го диаметра в стену, сделали два выхода, один будет на выход на кухонную мойку, а второй будет на посудомоечную машинку. И сделали вот два выхода, это получается на подключение мойки, един выход на подключение посудомоечной машинки. Все у нас здесь заподлицо, со стенкой, и потом вот это все это здесь уже заделается, и будет идеально ровная поверхность. Можно как бы, если кто-то хочет, там вложить плитку до самого конца и тому подобное. Так что вот такая вот, ребята, переделка, вы видели, да, как бы, когда проектировщики, например, дизайнеры начинают там рисовать, на все эти моменты надо будет как бы проговаривать с ними, там, смотреть, вникать в это, потому что они могут нарисовать вам все что угодно, реализовать потом, это стоит как бы колоссальных, ребята, денег. Так что я думаю, что может кому-то эта информация была полезна. Если полезна, поддержите нас лайком, напишите какой-нибудь комментарий. И с вами был Алексей, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok